Все последние месяцы войны, писал военный летчик, герой Советского Союза Марк Лазаревич Галлай, начиная где-то с осени 1944 года, я никак не мог понять, почему немцы продолжают воевать. Они отчаянно сражались вплоть до заключительной берлинской операции, хотя исход войны уже фактически был предрешен. Что толкало на это не руководителей Рейха, им ничего другого не оставалось, а офицеров среднего звена и, главное, рядового солдата, моряка, летчика. Дисциплина. Железная, бессмысленная, непоколебимая даже перед лицом рассудка дисциплина. Возможно, это далеко не единственная причина, которая объясняет упорное сопротивление вермахта до последних дней Второй мировой войны. 9 ноября 1939-го молодой солдат вермахта, служивший в Польше, отправил родителям письмо. Нам приходится тяжко. Надеюсь, вы поймете, что не могу писать вам слишком часто. Это письмо я отправляю главным образом для того, чтобы попросить немного первитина. Выпускаемый в Германии препарат первитин, психостимулирующее средство, был секретным оружием вермахта. 20 мая 1940-го солдат вермахта опять обратился к семье с той же просьбой. Может быть, вы могли бы прислать мне побольше первитина, чтобы у меня был запас? 19 июля новое письмо. Если это возможно, пришлите мне еще первитина. Солдат, писавший эти письма, стал знаменитым писателем. Это Генрих Бюль, первый немецкий писатель, удостоенный после войны Нобелевской премии по литературе. Многие солдаты вермахта в больших количествах глотали таблетки первитина, особенно в польскую и французскую кампанию, когда военные действия развивались в необыкновенном темпе. Вермахт совершил революцию в военном деле, отказавшись от идей приграничных сражений медленного фронтального наступления. Немецкие генералы в 1939-1940 годах показали, что война начинается стремительным ударом с широким применением танков и штурмовой авиации. Темп наступления ошеломлял не только противника, но и солдат вермахта. В первой половине 1940-го вермахт получил миллионы таблеток другого препарата, метамфетамона. Это тот же психостимулятор, что и первитин. Таблетки должны были помочь летчикам и танкистам справиться с психологическими и физическими нагрузками. Команда у нее разрешала их применять, не возражала и против алкоголя. Главное, чтобы все эти стимуляторы помогали солдатам. Но побочным результатом стали распространившиеся в вермахте алкоголизм и токсикомания. Первитин появился в 1938 году. Его производила берлинская компания «Теммер». На препарат обратил внимание Отто Ранко, директор Института общей и военной физиологии Берлинской академии военной медицины. Амфетамины оказывают то же действие, что и адреналин, вырабатывающийся в человеческом организме. Амфетамины – это допинг. На короткое время они разгоняют сон, рождают уверенность в собственных силах, способность к концентрации и готовность рисковать. Одновременно уменьшается чувствительность к боли, притупляется чувство голода и жажды. В сентябре 1930-го Отто Ранко провел эксперименты на сотни студентов и пришел к выводу, что препарат необходим немецкой армии. Для начала «Первитин» раздавали водителям, которых использовали для военных перевозок во время нападения на Польшу. Приняв таблетки, они чувствовали себя бодрее и меньше уставали. После чего «Первитин» щедро распространяли в войсках, непосредственно участвовавших в боевых действиях. Между апрелем и июлем 1940 года в войска поступили 35 миллионов таблеток «Первитина» и «Изофана». Это модификации препарата, выпускавшиеся компанией «Кноль». Препарат в войсках раздавали бесконтрольно. Надо было только попросить. Каждая таблетка содержала 3 миллиграмма активного вещества. На упаковках было написано «стимулятор». Инструкция рекомендовала принять 1-2 таблетки, чтобы побороть сон. Но врачи обратили внимание на то, что после приема препарата надо долго приходить в себя. Эффект от приема таблеток снижался, если их принимали часто. Выявились и более серьезные побочные явления. Истощение нервной системы. Несколько человек умерли от передозировки. По просьбе своих подчиненных имперский руководитель здравоохранения группенфюрер СС Леонардо Конти попытался ограничить использование «Первитина». Но в Вермахте на его предписание не обратили внимания, считая, что вражеские пули и снаряды опаснее, чем таблетки, которые помогают воевать. 1 июля 1941-го «Первитин» был включен в список препаратов, которые следовало выписывать только по особому разрешению военного врача. Но в том же году Вермахт получил 10 миллионов таблеток. «Первитин» рассматривался как препарат, который следует давать солдатам в тех случаях, когда им предстоит особо трудное задание. В наставлении для флотских военных врачей говорилось, все медицинские работники должны понимать, что «Первитин» – это мощный стимулятор. Это средство, которым можно помочь любому военнослужащему сделать больше, чем он обычно способен сделать. В архивах Вермахта зафиксировано, что в январе 1942-го подразделение численностью примерно в 500 человек пыталось выйти из окружения. Температура была минус 30, снег по поясу. Через 6 часов уже ночью солдаты настолько выдохлись, что без сил падали на снег. Военный врач раздал всем таблетки «Первитин». Через полчаса они обрели новые силы и двинулись в путь. В июне 1942-го года появились новые инструкции для военно-медицинского персонала. Две таблетки снимают сон на период от 3 до 8 часов. Две дозы по две таблетки эффективно действуют в течение суток. Немецкий писатель Диттер Ноля писал, как щедро в конце войны командование снабжало «Первитином» смертельно уставших танкистов. «И как это тебе спать не хочется?» – изумился один из героев Диттера Ноля, глядя на товарища. «А нам в пайке выдали таблетки, они здорово сон сгоняют». Он протянул Вернеру Хольту стеклянную трубочку с таблетками. «Первитин? Что ж, попробуем, как действует». Хольт соскользнул на свое сидение. С ним творилось что-то неладное. Он был как-то странно возбужден. Все кругом казалось необычайно ясным. Как-то приблизилось. Малейшее потрескивание в наушниках звучало четко и громко. Поддергивалась левая века. Впервые он ощутил, каково самому сидеть в этом стальном гробу, когда нервы напряжены до предела. Страх парализует тебя, но чувства остры, как у притаившегося в смертельном страхе зверя. К концу войны нацистские медики обещали снабдить армию и флот новыми чудо-таблетками. 16 марта 1944 в Киле вице-адмират Гельмут Хея, начальник штаба подводного флота, потребовал от медицины создать такой препарат, который позволял бы бойцам сражаться дольше, чем это позволяют обычные человеческие возможности, и при этом сохранять стойкость и боевой дух. Адмиральский призыв не остался без ответа. Кильский фармаколог Герхард Арзиховский представил адмиралу Хея таблетку, названную им D1X. Она содержала 5 мг кокаина, 3 мг пермитина и 5 эукадала. Это болеутоляющее средство, изготавливаемое из морфия. В наше время наркодилера, пойманного с такими таблетками, отправили бы в тюрьму. В нацистской Германии новый препарат проверяли на моряках, которые служили на супермалых подводных лодках. Служба на подводном флоте была невыносимо тяжелой. Отсутствие свежего воздуха, скученность и теснота, постоянное напряжение, страх быть потопленным. Но война шла к концу, и немецкий подводный флот был уничтожен прежде, чем врачи убедились в эффективности нового стимулирующего средства. В вермахте не возбранялось и употребление алкоголя, чтобы снять напряжение. Военный медик, генерал Вальтер Китель, объяснял подчиненному. Только фанатик откажется дать солдату то, что поможет ему расслабиться и насладиться жизнью, после того, как он вышел из битвы. Или станет выговаривать ему за то, что он позволил себе выпить рюмку-другую с боевыми товарищами. Офицеры раздавали алкоголь как поощрение. Шнапс продавался в магазинах военторга. Кроме всего прочего, это означало, что солдатское жалование возвращается назад, в кассу военного ведомства. Командиры армейских частей закрывали глаза на употребление алкоголя, если это не вело к публичным эксцессам. Но они неминуемо происходили. В войсках росла преступность. После победной кампании на Западном фронте в июле 1940 года Адольф Гитлер подписал приказ, в котором требовал сурово наказывать военнослужащих, которые под воздействием алкоголя совершали криминальные поступки. Но потребность в алкоголе перевешивала страх перед фюрером и пересиливала систему воспитания молодежи в Германии. Вся немецкая молодежь была обязана пройти через Гитлер-Юген, превращенный в главный инструмент идеологической обработки юноши и девушек. Это была военизированная организация. Активисты носили форму со знаками различия. Им присваивались звания, сходные с теми, что существовали в штурмовых отрядах. Помимо политзанятий, главное внимание уделялось военно-патриотическому воспитанию, то есть подготовке молодежи к службе в вооруженных силах. Но идеология оказалась слабее алкоголев. Через год после антиалкогольного приказа фюрера, командующий сухопутными войсками генерал-фельдмаршал Вальтер фон Браухич вынужден был констатировать, что неумеренное потребление алкоголя разрушает мораль и дисциплину в войсках. В подписанном им приказе говорилось о драках, избиении подчиненных, нападении на старших командирах, а также о гомосексуальных изнасилованиях в казарах. Сотни солдат вермахта гибли напившись. Алкоголь создавал высокий уровень небоевых потерь, становился причиной автомобильных катастроф и самоубийств. В конце войны военным медикам было приказано выявлять алкоголиков среди солдат и офицеров и отправлять их на лечение. Но медики знали, что помимо принудительного лечения, пристрастившихся к алкоголю солдат ждет кое-что пострашнее. Они подпадали под действие закона о предотвращении потомства с нездоровой наследственностью, который был принят сразу после прихода нацистов к власти. В законе говорилось, носитель наследственного заболевания может быть стерилизован, если из опыта медицины с большой степенью вероятности следует, что его потомки будут страдать тяжелыми физическими или психическими наследственными недугами. Носителем наследственного заболевания является тот, кто страдает врожденным слабоумием, шизофренией, циркулярным маниакально-депрессивным психозом, эпилепсией, пляской святого Витта, наследственной слепотой, наследственной глухотой, тяжелым физическим уродством. Стерилизацией также может быть подвергнут страдающей тяжелой формой алкоголизма. В Вермахте были встревожены большим числом случаев, когда употребление метилового спирта вело к слепоте или к смерти. Чтобы произвести впечатление на войска, 2 октября 1942-го приговорили к расстрелу офицера, служившего в Норвегии, за то, что он продал 5 литров метилового спирта боевым товарищам из подразделений истребителей танков. Солдаты приготовили на этом спирте ликер, выпили, и двое из них умерли. О смертном приговоре было приказано оповестить войска, чтобы произвести впечатление на личный состав. Но солдаты считали иначе. Годится все, что помогает им пережить ужасы войны. Среди тех, кто имел доступ к аптечке, развился морфинизм. В первую очередь наркоманами становились сами медики. В 45-м году количество наркоманов в вооруженных силах увеличивалось в 4 раза быстрее, чем в начале войны. Один из военных врачей, служивший на Западном фронте, вспоминал, как они боролись со стрессами. Утро начинали стаканом коньяка. Днем делали две инъекции морфина. Вечером хватало кокаина. Но и наркотики вместе с таблетками первитина были не единственным средством сохранить боеспособность вооруженных сил и их готовность сражаться за фюрера. Немцы так долго оставались верны Гитлеру, потому что война оказалась выгодным делом. Генрих Гиммлер, вспоминал западно-германский политик Франц-Юзеф Штраус, всегда оставлял свою машину у нашего дома и часто заходил в лавку моего отца. Гиммлер все время уговаривал отца вступить в партию. Отец был всего лишь простым мясником, с трудом сводившим концы с концами. А когда нацисты придут к власти, говорил Гиммлер, отец сможет рассчитывать на поставки для армии. Вступление в партию значительно улучшило бы его материальное положение. Отец неизменно отказывался. Другие не отказывались. Нацисты проводили в экономике социалистическую политику. Они освободили от налогов рабочих и крестьян, мелких ремесленников, служащих, чиновников и основательно обложили тех, кто много зарабатывал. Крупные предприятия платили большие налоги. Например, налог на количество занятых с 20% в 1933 году поднялся до 56% в конце войны. А немцы, получавшие среднюю зарплату с 1939 по 1945 год, вообще не платили никаких прямых военных налогов. В этом выражалась классово-осознанная ориентация режима на простого человека. Основные ресурсы воюющая Германия получала за счет ограбления оккупированных стран, неполноценных рас и принудительного труда завезенных в страну иностранных рабочих. Этот аспект часто упускают из виду, но это недостающее звено многое объясняет. Почти все немцы, включая тех, кто не был нацистом, получали свою долю от разбойничьих походов вермахта и от преступлений войск СС. Не поэтому ли сопротивление нацизму внутри Германии было столь слабым? Осенью 1940 года, после победы над Францией, правительство облагодетельствовало немецких трудящихся весьма ощутимым увеличением заработка. Отменило налоги на дополнительные заработки, заработав праздничные дни и ночные смены. Текущие расходы чрезвычайного военного бюджета Рейха на две трети оплачивались из контрибуции, наложенной на побежденные страны, из невыплаченных зарплат тех, кого бесплатно заставляли работать на Германию, и конфискованного имущества европейских евреев. Собственному народу нацисты повторяли, не беспокойтесь, войну оплачивают побежденные. Немцы долго не верили, что побежденными окажутся они сами и будут долго платить по счетам в прямом и переносном смысле. В 1941-1943 годах немецкие оккупационные власти вывезли из Советского Союза продовольствие в количестве достаточном для того, чтобы накормить 20 миллионов человек. Когда Вермахт зимой 1941-го потерпел первое поражение под Москвой и немецкие старики стали мрачно вспоминать печальный опыт Первой мировой войны, Гитлер повысил пенсию на 15% и ввел обязательное медицинское страхование для пенсионеров. До этого пенсионеры, заболев, должны были долго обивать пороги органов социальной опеки, чтобы им оказали медицинскую помощь. Летом 1942-го продовольственная ситуация в Германии серьезно ухудшилась. Герман Геринг потребовал от имперских комиссаров, управлявших оккупированными территориями и напуганных размахом партизанской войны, резко увеличить поставки продовольствия в Рейх. Мне совершенно все равно, если вы скажете, что там у вас люди падают от голода. Пускай себе мрут. Лишь бы ни один немец не погиб от голода. 4 октября 1942-го Герман Геринг выступал по радио с благодарственной речью урожаю. Он обещал немкам, работавшим на внутреннем фронте, дополнительные пайки к Рождеству. Он обращался исключительно к сердцу и желудку сограждан. С сегодняшнего дня все будет становиться лучше и лучше, потому что области с самой плодородной землей теперь принадлежат нам. Яйца, масло, мука – все это имеется там в таких количествах, какие вы себе даже представить не можете. После поражения под Сталинградом Гитлер предпочитал не появляться на людях. Он утерял власть над толпой и лишил себя психической энергии, который подпитывался, чувствуя восхищение толпы. Он больше всего боялся разрушить созданный вокруг него миг. Он ведь не упускал случая напомнить о собственном величии. По сравнению с дамами-интеллектуалками, говорил Гитлер во время войны, моя мать, конечно же, проигрывала. Она жила ради мужа и детей. И в обществе наших образованных женщин ей пришлось бы нелегко. Но она подарила немецкому народу великого сына. Фюрер не испытывал ни малейшего смущения, говоря о себе. Он мастерски пользовался созданными вокруг него мифами и в конце концов сам подпал под их влияние. «Как можем мы вновь не вспомнить то чудо, которое свело нас?» Обратился он к делегатам партийного съезда в Нюрнберге. «Когда-то вы услышали голос одного человека. Этот голос постучал в ваши сердца. Он разбудил вас, и вы последовали за этим голосом. Вы годами следовали за ним, даже не видя обладателя этого голоса. Это чудо нашего времени, что вы нашли меня среди стольких миллионов. А то, что я нашел вас, это счастье Германии». Толпа верила в это. Верил ли сам Гитлер в то, что вещал? Прожженный циник, он говорил так, будто не знал или уже забыл, что его взлет никак нельзя приписать какому-то чуду или сверхъестественным силам. Или же это была риторика удачливого и наглого проповедника? Желая еще раз пережить возникновение собственного мифа, Гитлер добавил, выступая на партийном съезде. «Когда мы с вами встречаемся здесь, то всех нас наполняет чувство какого-то чуда. Не каждый из вас видит меня, и не каждого из вас вижу я. Но я чувствую вас, а вы чувствуете меня. Это вера в наш народ, которая сделала нас, маленьких людей, великими. Нас, бедных, богатыми. Нас, колеблющихся, малодушных, испуганных, сделала смелыми и мужественными. Эта вера дала прозреть нам, заблудшим, и сплотила нас. И вот теперь мы вместе. Народ с фюрером и фюрер с народом. И теперь мы Германия». Массовые мероприятия, марши под барабанный бой, наглядные агитации, картины и плакаты нацистской партии создавали настроение, в котором пробуждались ледяная ненависть к врагам и фанатичные готовных к самопожертвованию. Власть над аудиторией приносила ему эротическое наслаждение. Гитлер и обращался в основном к женщинам. Они были главными участниками его митингов. А все действие подчеркнуто маскулинно. Барабаны, марши, знамена и мужчины в форме и сапогах. Это производило сильнейшее впечатление на не очень молодых женщин, которые испытывали ни с чем не сравнимое возбуждение, глядя на эти церемонии с участием Адольфа Гитлера. Его голос зачаровывал женщин. «Преданность женщин, доходившая до псевдорелигиозного экстаза, была для Гитлера незаменимым стимулятором», писал председатель Данцикского сената Герман Раушник. Гитлер сознавал, что ему нужно от женщин. Он поддерживал отношения с ними обдуманно и расчетливо. Он приказал своим гауляйтерам особо старательно вести пропаганду среди женщин. Голоса избирательниц вознесли его столь высоко. Чтобы в этом удостовериться, достаточно было хотя бы раз взглянуть на передние ряды всех массовых митингов, всегда и везде заполненные женщинами. Взглянуть на эти закатившиеся от восторга глаза, увлажненные и подернутые поволокой. Он начинал выступление спокойным кенором. Минут через 15 в него словно вселялся дух. В 20-е годы не было электрического усиления голоса, и ему приходилось кричать. Он старался говорить как можно более низким голосом. Возможно, эти речи стали для Гитлера возможностью выпустить сексуальную энергию и снять напряжение. «Я был шокирован лицами этих людей, особенно женщин, слушавших Гитлера», – записывал свои впечатления американский журналист Уильям Широ. «Они напомнили то выражение, которое я видел однажды в глуши Луизианы, на лицах сектантов-трясунов, готовых начать свои дикие пляски. Они смотрели на него, как на мессию. В их лицах появилось что-то нечеловеческое. Думаю, задержись он на виду чуть подольше, большинство женщин попадали бы в обморок от возбуждения». Стоя в свете прожекторов, бледно-резко жестикулирующей, Гитлер постоянно контролировал свои эмоции и даже в своей ненависти был крайне расчетлив. Он сам говорил, что с математической точностью учитывает все слабости человека. «Распространена легенда о его глубоких голубых глазах», вспоминал Герман Раушен. «На самом деле они не были ни глубокими, ни голубыми. Они глядели либо пристально, либо безразлично. Им не хватало блеска истинной одухотворенности. Акцент его глухого чужеродного голоса неприятен для уроженцев Нижнего Рейна. Голос полнозвучный, но какой-то сдавленный, как будто заложен нос. Между тем этот голос, пронзительный, гортанный, угрожающий, беснующийся, стал известен во всем мире. Он воплотил в себе боль этих лет. Следует учесть эротическое воздействие голоса оратора, звучание и мелодичность его речей, что иногда важнее их содержания. Я заметил, что Гитлер оказывал наиболее сильное воздействие на тех, кто поддавался гипнозу с оттенком женственности в характере, на тех, кто был склонен к раболепию и культу личности». Но гипнотическая сила фюрера ослабла, когда немецкие войска были остановлены на Волге. К Рождеству 42-го в Берлине стало очевидным, что ежегодно отмечаемые в Рейхе январские торжества по случаю прихода нацистов к власти неминуемо совпадут с полным поражением под Сталинградом. Гитлер уже не рассчитывал, что сумеет одним только ораторским искусством поднять настроение немца. Он малодушно обратился к начальнику партийной канцелярии Мартину Борману. «Самым действенным было бы, если бы в этот день мы снова могли сообщить немецкому народу о повышении рационов питания и других норм выдачи». Фюрер сам больше не верил в силу собственного слова. Его магия перестала действовать на толпу. «Когда летом 1943 года Италия, где свергли Бенита Муссолини, перешла на сторону союзников, Геббельс записал в дневнике «Теперь мы должны еще более по-социалистически объединиться со своим народом. Народ всегда должен чувствовать, что мы справедливые и щедрые вершители его дел». Социальная политика подкрепляла культ фюрера. Иначе бы немцы не хранили ему верность так долго. Нацистскому руководству приходилось следить за внутренним политическим и социальным барометром, располагать к себе общество, заботиться о его настроениях, завоевывать поддержку немцев. После Сталинграда Иозеф Геббельс изменил акценты своих речей и настойчиво повторял. «Сегодня каждый немецкий солдат, рабочий и крестьянин знает, за что мы сражаемся и ради чего трудимся. Эта война не за трон и алтарь. Эта война за зерно и хлеб, за обильный стол три раза в день, за материальные средства, необходимые для решения социальных вопросов, строительства домов и автобанов». Нацисты убивали и зверствовали, не забывая бросать немцев столь ценимыми ими подачки. В первые три месяца 43-го немецкие солдаты, воевавшие на Ленинградском фронте, отправили домой 3 миллиона посылок. А ведь в Германии карточки на хлеб, мясо, масло, сахар и так далее действовали с самого начала войны. «Эти карточки», вспоминал очевидец, «имели отрывные купоны по 5, 10, 25, 50, 100 граммов каждый». И если, например, в пансионате, ресторане или в железнодорожном буфете вы решили поесть, то в меню рядом с денежной стоимостью каждого блюда указывалось, сколько и какие продуктовые талоны нужно дать официанту, чтобы получить первое, второе, кофе, чай. Без талонов за деньги в ресторанах подавалось только пиво и другие спиртные напитки. В конце войны в Берлине, основательно разрушенном бомбардировками, выстраивались небольшие очереди за горячими сосисками. Надо было отрезать от продовольственной карточки купон на 50 граммов мяса и заплатить 40 фенингов. Сверху сосиску мазали горчицей. На Блуменштрассе находился черный рынок, где можно было без карточек, но за большие деньги купить сахар, сигареты и кофе. Британские самолеты сбрасывали над Германией пачки поддельных продовольственных карточек. Карточки были сделаны очень хорошо. Британские власти наняли частную фирму, имевшую опыт в изготовлении ценных бумаг. Когда немцы изменили формат и дизайн карточек, британское правительство не поскупилось на то, чтобы заплатить за выпуск новых фальшивых карточек, сыпавшихся на немцев с него. Германские власти боялись, что таким образом будет подорвана продовольственная программа страны. Использовать фальшивые карточки запрещалось под страхом жестокого наказания. Но желание урвать кусок было сильнее страха перед гестапо и призывов хранить верность фюреру. Главное управление имперской безопасности столкнулось с тем, что в войну труднее стало контролировать население. Сотни тысяч людей, призванных в армию или командированных, или возвращающихся из госпиталей, постоянно перемещались по стране. Миллионы людей надели военную форму, которая избавляла их от проверки. И вместе с тем появились миллионы опасных иностранцев, военнопленные, которых заставляли работать на Германию, насильственно завезенная в рейх рабочая сила, беженцы и добровольцы из других стран. СССР служба безопасности СД выпускала секретный бюллетень о настроениях народа, который распространялся в узком кругу руководителя Рейха. Геббель записал в дневнике в мае 43-го, что сводки госбезопасности слишком пессимистические, пораженческие, и нужно либо прекратить их выпуск, либо еще больше ограничить круг получателей. Еще одной проблемой стало иностранное радио, прежде всего передачи BBC на немецком языке. Передачи британского радиоведомства Геббельса именовало черной пропагандой, хотя Лондон передавал в основном сводки новостей. Но ситуация на фронте складывалась не в пользу Германии, а именно это и пытались скрыть. За прослушивание иностранных передач жестоко наказывали. Германская промышленность выпускала народные радиоприемники, которые принимали только радиостанции Рейха. Но некоторые немцы все равно умудрялись слушать Лондон. Попытки глушить иностранные радиостанции успеха не имели. Передатчики были очень мощными. Война пришла на немецкую землю, и теперь немцам предстояло испытать то, что по их вине пережила вся Европа и больше других Советский Союз. Геббельс записал в дневнике немецкий народ переживает сейчас испытания на прочность, и он должен его выдержать, если не хочет вообще прекратить свое существование как нация. 23 марта 1945 года Гитлер произнес свою речь о Вервольфе, требуя от верных нацистским идеалам бойцов наносить удары врагу в спину. Каждый километр, пройденный ими вглубь нашей страны, будет стоить им потоков крови. В ту же ночь группа Вервольфа, несколько недель проходившая специальную подготовку пятеро мужчин и одна женщина, совершили прыжок с парашютом над городом Аахеном, уже взятым американскими войсками. Через два дня они добрались до дома человека, которого американцы назначили обербургомистром. Под каким-то предлогом они выманили его на улицу и застрелили. Но таких акций было всего несколько. Объявленная Гитлером партизанская война не состоялась. На востоке немецкое население бежит от Красной Армии. Немцы боятся красноармейцев, которые будут мстить за весь тот кошмар, который немецкая армия принесла на их землю. За невиданную войну на уничтожение Советского Союза. Партийные секретари призывают держаться до последнего, но никого не могут удержать. Гражданское население бросает все и, сложив имущество на повозке, движется на запад. Маленькие дети и старики погибают от голода и болезни. Судьба беженцев не интересует вождей Рейха. Колонны вермахта небрежно сбрасывают повозки с вещами в придорожные канавы. Таков приказ очистить дороги, чтобы обеспечить армейским частям свободу передвижения. Руководители Рейха и военное командование приказывают войскам сражаться до последнего в надежде оттянуть поражение в войне и неминуемое наказание за свои преступления. 20 апреля 1945 года Адольфу Гитлеру исполнилось 56 лет. Геббельс в последний раз поздравил его с днем рождения по радио. Могу только сказать, что наше столетие во всем его мрачном величии сумело приобрести в лице фюрера единственного достойного представителя. Под ударами советских войск Восточный фронт рухнул. Попытки восстановить систему обороны подавлялись наступающими частями Красной Армии. Остатки немецких войск беспорядочно отступали. Американцы и англичане преподнесли Гитлеру на день рождения свой подарок. Два часа к ряду авиация союзников обрабатывала центр Берлина. Они сбрасывали бомбовый груз с большой высоты, недоступные для зенитной артиллерии. 20 апреля после налета в имперской канцелярии собрали членов Гитлер-Югенда, служивших в противовоздушной обороне. Фюрер вручил юношам награды за смелость, в том числе несколько железных крестов. Он прожил еще 10 дней. 30 апреля Адольф Гитлер покончил жизнь самоубийством. В политическом завещании он назначил гросс-адмирала Карла Денеца своим наследником на посту президента и верховного главнокомандующего. 1 мая адмирал Денец выступил по радио с обращением к немецкому народу. Он провозгласил лозунг «Спасти немцев от уничтожения большевизма» и потребовал от вермахта продолжить вооруженную борьбу на Востоке, чтобы население Германии избежало порабощения и гибели. Не зря выходит, вознаграждая адмирала за безусловную верность, Гитлер назначил его своим преемником. Карл Денец был тем человеком, на которого фюрер мог положиться в любой ситуации и в любое время. 2 мая адмирал Денец назначил новых командующих родами войск и сформировал правительство. Исполнять обязанности рейхсканцлера и министра иностранных дел он поручил недавнему министру финансов Люцу Шверину фон Крозигу. Они еще на что-то надеялись. Денец и последнее правительство Третьего рейха были арестованы только после подписания безоговорочной капитуляции. Гроссадмирал Карл Денец отсидел 10 лет по приговору Нюрнбергского трибунала и получил от правительства ФРГ адмиральскую пенсию. Снятый в Германии фильм о последних днях Гитлера можно увидеть и в нашей стране. В российском прокате он называется «Бункер». В основе фильма книги известного историка Третьего рейха Иоахема Феста и последний секретарша фюрера Траудель Юнгер. Компетентность профессора истории в сочетании со свидетельствами современницы все это обещало полную правду. Но что получилось? Почти все в фильме увидено невинными глазами милой обаятельной Траудель. И Адольф Гитлер предстает перед зрителем приветливым и любезным хозяином. И немецкие солдаты отстаивают Берлин от врага так отчаянно, что зрители желают им победы. Нельзя сказать, что авторы восторгаются Гитлером. Вовсе нет. Они показывают его слабости, пристрастия, мелкие страстишки и грешки. Он любит держать детей на коленях, гуляет с собакой и поглощает любимые спагетти. Гитлер предстает живым человеком со своими слабостями. Они очеловечивают Гитлера. Но самая большая ошибка фильма в другом. На экране бесконечный бессмысленно гибнут сотни солдат. Генералы пускают себе пулю в лоб. И зрители видят, как падают тела с пулевыми отверстиями. Как юный боец фолькштурма убивает свою подругу, а затем и самого себя. Все можно увидеть в фильме, но только не смерть фюрера. Она происходит за закрытой дверью. Как Гитлер отворачивается, когда подыхает его собака Блонди, так и камеру отводят, когда умирает фюрер. Траудль намазывает геббельсовским детям бутерброды. И тут раздается выстрел. Потом все открывают дверь и смотрят. Но зрители не видят того, что видят они. Все в ужасе и печали отводят глаза. Камера видит тысячи мертвых, но фюрера нам мертвым не показывают. Его вытаскивают завернутого в одеяло и бросают. То есть наблюдать за гибелью прочих граждан Рейха сколько угодно. Но когда доходит до Гитлера, авторы проявляют деликатность, граничащую с сочувствием. А от сочувствия недалеко и до оправдания. Отчего вдруг такая щепетильность? Почему, черт возьми, не показать, что эта свинья наконец сдохла? Зачем оказывать ему такую честь? Ведь больше никому она в фильме не оказана. Люди мрут как мухи. Впрочем, есть еще одно исключение. Когда министр народного образования и пропаганды, и первый секретарь столичного горкома партии Йозеф Геббельс, как в дуэли из Вестерна, стоит перед своей женой и поднимает пистолет, камера снова благородно отворачивается. Больше ни в одной сцене этого фильма такого не происходит. Через полминуты начальник подразделения охраны Франц Шедле выбивает себе мозги из черепной коробки, да так, что они шлепают растения. Чарли Чаплин, сняв фильм «Великий диктатор», позднее сомневался, стоило ли его снимать. Высмеивая Гитлера в 1942 году, он еще не мог представить себе кошмар, исходящий от этой фигуры. Нынешних кинематографистов должны были охватить сомнения, не делают ли они Гитлера безобидным, исключив из повествования четыре с половиной тысячи дней преступной истории Третьего рейха, и оставив зрителям лишь коммерчески взбитые сливки последних мерзких дней фюрера. Многие молодые немцы не хотят чувствовать себя виновными в нацистском прошлом Германии, ведь это происходило задолго до их рождения. Им хочется видеть историю своей страны великой героической. Раздражение вызывают те, кто мажет историю черной краской, кто говорит о концлагерях и убийствах. Это наша история. Да, были ошибки, были перегибы, но было и хорошее. Многие смотрят такие фильмы, чтобы увидеть хроникальные кадры с фюрером. Нельзя не заметить, что сила распространяющих заразу кадров намного сильнее закадрового колоса, критикующего деяния Гитлера. По-настоящему мы до сих пор еще не освободились от Гитлера, пишет немецкий историк. Возможно, он будет сопровождать нас на протяжении жизни многих поколений. Как наваждение. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ